В ноябре президент страны предложил ряд инициатив у поддержки семей с детьми. Это касается как первых, так и вторых и третьих последующих детей. Наша съемочная группа побывала в Республиканском президентском перинатальном центре и узнала, что думают по этому поводу те, кто совсем недавно ощутил радость материнства. У нас в семье родился первый ребенок, мы его так ждали. Мы очень счастливы, и это чувство, когда ты держишь ребенка на руках в первый раз, в первый раз кормишь, это вообще такое блаженство, такое счастье, что я желаю всем матерям испытать это чувство. В роддоме всегда особая атмосфера. Здесь каждый день на свет появляются десятки малышей. В семье Екатерины Красновой Глеб уже второй ребенок. Хотя ему всего чуть больше недели, он ведет себя как настоящий актер. Позирует оператору и показывает все, что умеет. А мама уже в стенах роддома думает о его будущем. Я слышала, что решено продлить материнский капитал до 2021 года. И дополнительные меры предприняты правительством, что данный капитал на второго ребенка можно использовать на другие нужды. В частности, лично мне интересно, это частный детский сад, потому что первого ребенка в год я отправила в частный сад. Сейчас меня порадовало, что можно с этого капитала часть денег направить именно на оплату этого садика. А Юлия Николаева недавно стала многодетной мамой. Когда родила второго ребенка, она уже использовала материнский капитал в счет погашения ипотечного кредита. Но полностью долг за квартиру еще не погашен. Девушка призналась, что новые меры поддержки семей вселяют уверенность в завтрашнем дне. У нас есть тяжелая ипотека. Нас, конечно, больше интересует как бы снижение процентной ставки, потому что мы брали давно ипотеку, довольно высокий процент. И мы платим сейчас. Ну и планируем расширяться, да, уже с тремя детьми в двухкомнатные будет тесновато. Если будет ипотека, как говорят, 6%, то это очень даже хорошо. То есть можно будет планировать расширение. К тому же для семей с тремя и более детьми хорошей поддержкой станут ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей. Их после перерыва снова возобновили в республике. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика.